Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Здравствуйте, с вами Перри Стоун. Приветствую вас в Международной школе слова. Мы изучали историю Библии и только что рассмотрели четыре доказательства того, что Библия — это вдохновленное Богом Слово. Мы продолжим эту тему и рассмотрим аргументы, которые поддерживают вдохновение Библии. Во время учебы в школе я повсюду носил с собой Библию. Многие, в том числе и дети, говорили мне, «Этой старой книге нельзя верить, ее давно переписали. С чего ты взял, что там правда?» Это ведь просто написали людям. Вы постоянно будете это слышать, если верите, что Библия — это Слово Божие. Читая Библию, мы можем узнать историю сотворения, историю всемирного потопа, реальность которого уже доказана. Как еще объяснить, что на вершинах гор в Западной Вирджинии лежат морские ракушки? Всемирный потоп действительно был, и мы это знаем. Также мы знаем, что Библия говорит о гигантах. История пестрит упоминаниями о гигантских людях, которые жили в земле Ур, Месопотамии и других местах. Как узнать, что сюжет Библии точен? Мы поговорим о текстовой поддержке, когда текст поддерживает сам себя. Что же я имею в виду? В мире существует 5600 греческих манускриптов, 10 тысяч манускриптов на латыни и свыше 500 манускриптов на других языках. Все это ранние манускрипты Писания. К ранним отцам церкви относятся те, кто писал свои труды до, во время и после Никейского собора. Эти люди делятся на три категории. Кто-то писал труды еще при апостолах, кто-то сразу после их жизни, кто-то во II и III веках, а кто-то уже в IV веке. Никейский собор лишь служит некой отправной точкой. Кто эти люди? Это лидеры и епископы церкви. Ранние отцы тысячи раз цитировали в своих трудах ранние манускрипты Нового Завета. Точное число назвать невозможно. Но кто бы ни цитировал Новый Завет, текст, как ни странно, или даже чудесным образом совпадает с тем, что вы читаете, взяв в руки свой Новый Завет. Конечно же, многие манускрипты были переведены с греческого и латыни на английский. Ну и третий пункт текстовой поддержки звучит так. «Свитки Мертвого моря». Одна из крупнейших находок — это книга Исаии. Сейчас она выставлена в Музее Израиля. Эта книга Исаии была найдена среди свитков Мертвого моря. Я спросил своего экскурсовода, насколько точен этот перевод, датированный 125 годом до н.э. и найденный в пещерах Кумрана примерно в 1948 году. Мне ответили так. Если взять масорецкий текст Нового Завета и положить его рядом с этим свитком, то у них почти не будет расхождений. Лишь одна или две буквы, которые не меняют смысл слова. В остальном все точно. Это был лишь один из примеров, который поможет вам понять, что Слово Божие остается истинным. Ну, а теперь поговорим о Камне Радости. В Израиле есть археологический парк, где были выкопаны камни, оставшиеся после разрушения храма. Они лежали там с 70-го года н.э. Это надпись на древнем иврите. Это цитата из Исаии, 66-я глава, 14-й стих. «И увидите это, и возрадуется сердце вашим, и кости ваши расцветут». Примерно в период с 3-го по 6-й век это написал тот, кто верил, что храм будет восстановлен. Затем камень зарос травой. Его обнаружили только после войны 67-го года, когда весь Израиль был покрыт толстым слоем пыли. Эти слова на камне — точная цитата из Исаии, 66-я глава, 14-й стих. Еще одна находка была обнаружена под полом синагоги в Массаде. Вы, наверное, не знаете, что Массада — это крепость посреди иудейской пустыни в Израиле. Группа евреев-повстанцев пряталась там от римских солдат, которые несколько лет пытались к ним подобраться. Эти евреи покончили с собой. Раньше, а возможно и сейчас, все еврейские солдаты после вербовки ехали в Массаду и давали там клятву, что Массада больше никогда не сдастся. Это удивительная, масштабная и трогательная церемония. Под полом синагоги в Массаде нашли отрывки из 33-й и 34-й глав второзакония. И вот что самое удивительное. Был найден пергамент из 35-й и из 38-й главы книги Иезекиеля. Помните, что Массады символизируют падение Израиля, разрушение храма и рассеяние еврейского народа. Вы знаете, что сказано в этих главах Иезекиеля? В 37-й главе сказано о сухих костях, которые вновь оживут. Один из археологов предположил, что жители Массады выбрали именно 35-ю главу и дальнейшие главы Иезекиеля, потому что там сказано о восстановлении. В 37-й главе сказано «Я верну вас назад и сделаю вас великим народом, и вы оживете». Эти главы спрятали под полом, как напоминание о словах пророка. Начав раскопки на этой территории, археологи пришли в восторг, обнаружив под полом синагоги Писания. Я говорю о мощной текстовой поддержке, чтобы показать вам, что Библия — это действительно вдохновленное Богом Слово. Историческая точность Библии также очень важна. Библия рассказывает о местах, городах и людях. Реальны ли это люди? Когда-то я читал очень интересный журнал «Библейское археологическое обозрение». Много лет они писали о раскопках в Израиле. Самое забавное, что бы они ни откопали, три археолога на двух страницах спорили о том, что же они нашли. Я всегда говорю, если кто-то откопает что-то в Израиле, то у шести археологов будет 12 мнений. Это правда. Некоторые утверждают, что нет доказательства существования царя Давида. Нет доказательства того, что Давид убил Голиафа. Читая об отсутствии доказательства, я всегда улыбаюсь, потому что рано или поздно кто-нибудь откопает их в Израиле. Теперь хочу показать вам несколько вещей, найденных на Святой Земле. Мы поговорим о них быстро, потому что нас ожидает еще много тем. В гравировках и начертаниях были обнаружены имена различных людей, включая Пилата, Ирода и Августа. Стелла Тель-Дана, датированная IX веком до н.э., стала первым историческим доказательством жизни царя Давида. А в 2004 году была найдена купальня Силаам. К слову, надписи на Стелле Тель-Дана сделаны на древнеарамейском языке, так что буквы отличаются от современной. Но, глядя на эту Стеллу, я узнаю некоторые буквы. Например, Шим, которая совсем не изменилась. А далее там есть имя Давид. Это свидетельство о доме Давида, хотя кто-то говорил, что Давида не существовало. Подождите, кто-нибудь найдет еще доказательства жизни Давида. Так вот, купальня Силаам была обнаружена в 2004 году на окраине города Давидова. Мой хороший друг Элиан, еврейский археолог, разрешил мне зайти в эту купальню в числе первых после того, как ее откопали. В целях безопасности вход ограничили, поскольку что-то могло обрушиться. Купальня Силаам — это место из Евангелия от Иоанна. Иисус исцелил слепых и велел им пойти в эту купальню и умыться. Еще одна находка — это стена Вавилонской осады. Это каменная стена башни, в которой были найдены вавилонские железные наконечники. Когда Вавилон напал на Иерусалим, захватил его и взял еврея в плен, эту стену тоже осаждали. Ее обнаружили совсем недавно. Нашлись доказательства Вавилонского плена. Историки знали, что это случится, и теперь есть археологические доказательства того, что все это реальное событие. Несомненно, что до 1967 года вы бы не увидели ничего из того, что я вам показываю. Потому что все это было скрыто под землей. В 1970 году храм был разрушен. Римляне сбросили с него камни, и те много веков пролежали в пыли. Доказательства разрушения Иерусалима разбросаны по всему городу. Огромные камни, разбросанные по археологической части города, говорят о том, что храм был разрушен именно там. Также были найдены печати с именами. Это удивительное открытие. В районе горы Сион, где был город Давида, найдена печать, на которой на древнем иврите написано «Царь Езекия». Царь Езекия — это человек, чья жизнь описана в Ветхом Завете. Ну а теперь есть вполне себе обоснованное доказательство. В Иерусалиме найдена печать, которой пользовался царь. Давид, Езекия, Ирод, Август — все эти имена были найдены при раскопках в разных местах. Далее второе. В Иерусалиме были обнаружены древние города — Капернаум, Хоразин, Назарет, Магдала. Теперь археологи знают, где находились многие древние города Израиля. Кто-то из вас был там со мною. Назарет — это довольно современный город. Там есть церковь, в которой возле колодца хранятся руины дома, где, по поверью, жили Марье и Иосиф. Исторический колодец был главным местом города. Сегодня Назарет — современный город. Хоразин — город, целиком построенный из базальта, черного вулканического камня. Хоразин — действующий город. Туда можно поехать и увидеть все своими глазами. Капернаум тоже существует. Все знают, что это подлинные, а не выдуманные города. При раскопках в них были обнаружены названия и начертания на камнях. Также время от времени археологи находили пергаменты в кувшинах. Также был обнаружен город Магдала, родина Марии Магдалины. Сегодня это, по моему мнению, место самых интересных раскопок. Там была найдена синагога как раз тех времен, когда проповедовал Иисус. Кстати, все эти города — Хоразин, Капернаум, Магдала, Вифсаида — расположены вокруг Галилейского моря. Вы можете либо дойти от одного до другого пешком, либо быстро доехать на автомобиле. Мы видим, что города с библейскими названиями — Назарет, Вифлеем, Иерихон существуют до сих пор. В Израиле два Иерихона. Один времен Иисуса Новина, где сейчас одни руины и глиняные кирпичи, а второй Иерихон — времен Христа. Между ними расстояние примерно в три километра. Но это два разных Иерихона. Но суть в том, что имена Тиберий, Иерусалим, Вифлеем, Иерихон, Назарет остались теми же, какими были во времена Ветхого и Нового Заветов. Четвертый пункт. Воины Израиля явили доказательства того, что записано в Библии и в аналах истории. Иерусалим был разрушен в 70-м году, и доказательства были найдены при раскопках. Также была обнаружена Масада — крепость, где евреи противостояли римлянам. Там были найдены 28 скелетов. Если вы никогда не видели Масаду, посмотрите на этот прекрасный снимок с воздуха. Мы сейчас покажем вам его. Кроме скелетов, там было обнаружено что-то вроде современных игральных костей. Представьте, что одному из десяти человек должен был выпасть жеребий. Он должен был убить остальных, а затем покончить с собой. Эти люди бросали кубики, чтобы решить, кто умрет первым, а кто последним, поскольку не хотели идти в рабство к римлянам. Они знали, что римляне будут насиловать женщин и сделают рабами детей. Они решили умереть свободными, вместо того, чтобы умереть в рабстве у римлян. Такова история Масады. Еще одно место у Галилейского моря — это возвышенность под названием Гамла, в южной части Галилейских высот. Это крепость, захваченная римлянами. Там тоже скрывалась большая группа евреев, но римляне в итоге захватили крепость. 4 тысячи людей были убиты, а около 5 тысяч сбросились с обрыва, чтобы не попасть в руки римлян и не страдать. Люди сбрасывались с очень высокого обрыва вниз головой, чтобы погибнуть у подножия горы. Они говорили, что лучше умрут свободными, чем погибнут в рабстве у чужаков. Итак, при раскопках обнаружены доказательства разрушения Иерусалима, Масады и Гамла. Все раскопки в Израиле доказывают точность Библии. Мы сказали о текстовой поддержке и археологической поддержке. Теперь поговорим о точности предсказаний Библии. Это может занять много времени, так что буду говорить кратко. В Бытии 15 главе 13 стихе Бог сказал Аврааму, что его семя будет в плену у чужого народа в течение 400 лет. Это исполнилось, когда народ Израиля попал в Египет, а позже был выведен оттуда Моисеем. У Иеремии сказано, что еврейский народ будет в Вавилонском плену 70 лет. Это тоже исполнилось, и после 70 лет плена Бог вывел народ. В 7 и 8 главах книги Даниила говорится о крупных мировых империях, которые будут править миром. Эти империи появились и исчезли точно так же, как это увидел Даниил. Речь идет о Вавилоне, Мидо-Персии, Греции и Риме. Опять же, точность видений и снов Даниила, пока он жил в Вавилоне, подтверждает точность Библии. У Луки сказано о предсказаниях о Мессии. Закон и пророки предсказывали, что Мессия воплотится во Христе. А далее третий пункт, очень важный для понимания. Как нам узнать, что Библия — истина? Я назову вам три причины. Готовы? Точнее, это три пункта, а не три причины. В послании к евреям сказано, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Я называю это библейской силой изменить жизнь. И это очень важный пункт. Радикальное обращение от язычества, наркомании, алкоголизма, когда люди радикально преображались и полностью менялись, это доказательство того, что Библия истинна. Это не может сделать ни одна религия мира. Посмотрите на радикальное преображение Петра в Евангелии от Матфея. Он отрицал Господа и даже боялся собственной тени. Однако он стал голосом Пятидесятницы и умер, согласно преданию, на кресте вниз головой. А затем мы видим преображение Савла и Старса в книге Деяний. Этот человек приговаривал к смерти и имел право арестовывать христиан. По пути в Дамаск он был ослеплен ярким светом, упал, услышал голос и увидел Иисуса. Его жизнь совершенно изменилась. Он уже не был прежним, никогда не возвращался к старым делам и на несколько лет ушел в Аравийскую пустыню, чтобы принять откровение Иисуса Христа. В Деяниях сказано о преображении городов. Такие города, как Самария, преображались лишь от одной проповеди Евангелия. Откуда у Евангелия такая сила? За ним стоит Христос, а Его слова — это Дух и Жизнь. За Евангелием стоит один Бог. И Его книга — единственная книга, которая до сих пор действована и реальна. Это книга — Библия. Изучая тему с разных сторон, поговорим о языках и терминах Библии. Библия составлена из 5000 рукописных документов. Это важно. Я повторю. Есть 5000 рукописных документов всех частей Библии, где текст совпадает на 98%. Вы едва ли найдете книгу, подтвержденную таким количеством документов, которые столь же согласованы. Ну, а теперь поясню вам три важных термина. Оригинал, манускрипт и перевод. Оригинал — это изначальный текст, записанный автором, личным писарем или секретарем. К примеру, у Иеремии был писарь, который записал часть его книги. Он был его секретарем. У апостола Павла был писарь, который записывал некоторые его письма. Павел подписывал их и рассылал по церквям. Итак, оригинал — это изначальный текст, записанный автором, личным, секретарем или писарем. Манускрипт или рукопись — это копия свитков или книг. Другими словами, есть письмо, и мы делаем копию этого письма. Так, например, копировали книгу Откровения. Иоанн записал свое видение, затем сделал копии и разослал их нескольким церквям, потому что Господь велел ему так сделать. Копии письма получили в Ефесе, Ладике и других церквях. Перевод — когда переводчик переводит текст с иврита, арамейского или греческого языка на другие языки мира. Это три важные для понимания термина. Запомните, оригинальный текст, копии и перевод этих копий. Нашу тему мы продолжим в следующем уроке, а пока переводите данный материал. Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету, комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос — вы еще будете высылать эти комментарии? Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, в последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую древнееврейскую учебную Библию Перри Стоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки глубина Исаии. В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего озера Огненного. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на Земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали? Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефону, указанному на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвования в 160 долларов. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или я отправлюсь на небеса, я хочу оставить вам комментарии к Ветхому и Новому Завету. Эта книга «Комментариев к Ветхому Завету» уже доступна. Закажите ее. Тираж ограничен и не продается в книжных магазинах. Поэтому у вас еще есть время. Благословений вам! В этой книге есть примечания и интересные заметки. Одна из них — к 9 главе Первой книги царств. Называется «Дух царя Саула в церкви последнего времени». Эта цветная заметка занимает две с половиной страницы. В этой Библии так много всего, что у меня просто не хватит времени обо всем рассказать. Арфа с десятью струнами, Арфа Мессии. Закажите для себя такую Библию, сделайте все, что нужно, чтобы ее получить, читайте, изучайте и принимайте в свой дух Слово Божие. Меня спрашивали, зачем нужны комментарии к Библии? Дело в том, что многие читают ее, не понимая, не зная предыстории, не зная, как интерпретировать предсказания. По этой причине библейские школы и церкви призваны помочь вам изучать Слово Господа. Спасибо вам за ваше время и силы. Теперь расскажу, какие места мы планируем посетить. Служение места веры – Ричмонд, Вирджиния. 13 и 14 октября. Приходите, если живете неподалеку. Затем 18 октября мы едем в церковь «Крепкая скала» в Бирмингеме, штат Алабама. Все подробности на нашем веб-сайте. 25 и 26 октября – Хиккори Метро Конференс Центр. В Северной Каролине соберет несколько церквей. Затем 27 октября мы едем в Ньютон, штат Северная Каролина, в церковь «Христос Живой». Прежде чем поехать на Святую Землю, мы завершим этот год поездкой в Сомерсвилл, в Западной Вирджинии. Уже несколько недель там идет сильное пробуждение с пастором Ником Уолкером. Мы планируем поехать и тоже послужить там. Возможно, вы не слышали того, о чем я сейчас расскажу. Несколько лет назад, и говоря это, я каждый раз ощущаю рядом Духа Святого. Я был в Хантингтоне, Западная Вирджиния. Я просто рекламировал наше предложение, когда справа от меня кто-то появился. Лично я верю, хотя вы можете и не верить, что это был Ангел Господень, потому что я переживал его около шести раз в своем служении. У меня волосы встали дыбом. На какое-то время я застыл, а затем атмосфера поменялась настолько, что появление Ангела ощутили все. Пришло пророческое слово, и под этим я подразумеваю высказывание под действием Духа Святого о сильном пробуждении, которое начнется в горных районах. Я не буду вдаваться в подробности того, что сказал Дух Святой, но сразу после этого началось большое пробуждение. И, как я уже сказал, у молодого пастора Ника Уолкера в Западной Вирджинии началось пробуждение. Оно началось в горах Западной Вирджинии и затронуло возвышенности Кентукки. Друзья, не пропустите приход Господа. Что бы ни делал Бог на земле сегодня, молитесь, чтобы это дошло и до вас. Большинство из вас знают о том, что Господь положил мне на сердце. Большую часть своего служения я провел в 12 штатах Юго-Востока США. 40 лет я проповедовал в Алабаме, Джорджии, Флориде, Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Теннесси. Одно из сильнейших пробуждений прошло именно в Теннесси. Эти пробуждения длились 7 и 11 недель в двух церквях в Теннесси. Затем Дух Божий проговорил ко мне двигаться на Запад. Кто-то из вас знает, что мы ездили в Юту. Там навстречу пришло 2500 человек. Для столь небольшого района это чудо. Теперь Дух Святой говорит мне двигаться в Монтану, Южную Дакоту и другие западные штаты. Мы забронируем конференц-залы и повезем с собой всю команду. Это очень затратно. Вы не поверите, во сколько нам это обойдется. Но мы делаем это, потому что Господь положил это нам на сердце. Я благодарю тех, кто нас поддерживает. Спасибо нашим партнерам. Мы верим, что Бог пробудит Дух людей для последнего движения Божьего. Библия обещает во второй главе Иаиле не просто оживление, но пробуждение Духа. Бог оживит Дух, который долго был пустым и иссохшим. Заходите на наш веб-сайт и присоединяйтесь к нам на конференции ОУСИАЙ. Увидимся с вами через неделю. Огромных вам благословений! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Корректор – Т.Щ Bretton